Проводится масштабная работа по обновлению материально-технической базы медицинских учреждений. За последние два года построены и введены в эксплуатацию современные станционары, такие как противотиперкулезная больница, перинатальный центр, больница Кыргызской террористской дружбы и многие другие. Семь областных больниц оснащены новыми аппаратами МРТ. В регионах открыты четыре центра компьютерной томографии. И за два года закуплено более 335 новых автомобилей скорой помощи. К сожалению, ежегодно увеличивается количество граждан, страдающихся почечной недостаточностью. Для оказания помощи гемодиализмам пациентам из государственного бюджета выделяется более 2,2 миллиардов сомов. По инициативе президента, уважаемого Садыр Нургаджевича, с прошлого года в Кыргызстане начато проведение операции по пересадке почки. Для покупки специального оборудования финансовые средства были выделены из президентского фонда. А в текущем году при поддержке турецких коллег планируем начать проведение операции по пересадке печени. До этого времени наши граждане были вынуждены проводить такого рода операции за рубежом, неся колоссальные расходы. В 2023 году закуплены медицинские препараты, в том числе и противоопухолевые и онкопрепараты, инсулины. В целях обеспечения организации здравоохранения лекарственными средствами, доступными по доступным ценам, мы создали государственную компанию «Харкосформация» и выделили более 1 миллиарда сомов. Уже подписаны прямые контракты на поставки лекарств с ведущими российскими и другими фармацевтическими заводами. В настоящее время по линии программы государственных инвестиций реализуются 4 крупных проекта на общую сумму более 77 миллионов долларов США, а также реализуются различные проекты на сумму более 116,5 миллионов долларов США. Уважаемые гости, здесь большинство из вас врачи-кардиологи. В нашем национальном центре кардиологии и терапии имени академика Мирахимова реализуется программа «Экстренная кардиология» на основе модели полного цикла оказания экстренной высокотехнологичной помощи больным с острым инфарктом миокарда. В рамках этой программы при поддержке правительства создана современная терроризационная лаборатория, установлено новое ангиографическое оборудование премиум класса «Азурьон-7», буквально мы вчера с министром его открывали. Общая стоимость оборудования составила более 1,5 миллионов долларов. Также при поддержке правительства стало возможным создание операционного блока для проведения современных операций остро нуждающимся тяжелым пациентам. Отмечаю, что при поддержке и участии ведущих специалистов из Китайской Народной Республики России и Республики Казахстан планируется проведение уникальных эндоваскулярных вмешательств при тяжелых жизнеугрожающих заболеваниях сердечно-сосудистой системы. Подобное интервенционное вмешательство является современным трендом развития кардиологии. В настоящее время быстрыми темпами развивается сектор цифровизации медицины, в том числе активно внедряется искусственный интеллект. Применение искусственного интеллекта позволяет с большей точностью определить диагноз заболевания. Системы искусственного интеллекта могут анализировать медицинские изображения, результаты лабораторных тестов, электронные медицинские записи и другие источники данных. Использование искусственного интеллекта в клинической практике может помочь улучшить точность диагноза, сократить время, затрачиваемое на анализ данных и улучшить общее качество здравоохранения. Однако важно отметить, что искусственный интеллект не заменяет врача, а является лишь инструментом для поддержки принятия решений. Врач все равно остается ответственным за постановку диагноза и решение о лечении пациента. Поэтому думаю, что все врачи должны научиться полноценно работать с искусственным интеллектом на благо здоровья наших граждан. Главным условием повышения уровня здравоохранения является обеспечение устойчивого роста научно-исследовательских кластеров, особенно с участием молодых специалистов. Это достижимо благодаря внедрению новых технологий и методов лечения, а также повышению квалификации медицинских работников. Уважаемые участники научного конгресса, с удовольствием хочу отметить, что сегодня Кыргызстану выпала честь стать первопроходцем в организации проведения столь масштабного конгресса с участием государств-членов ШОС. Считаю, что данный конгресс станет первым шагом к углублению медицинского сотрудничества между нашими странами и способствует созданию более здорового и процветающего будущего для всех нас. Ваше активное участие в обсуждении вопросов нашей интеграции, обмен экспертным мнением по определению дальнейшего пути развития, уверен, послужит углублению понимания и поиску новых решений. Уважаемые гости, как вам известно, программа форума весьма насыщена, предусмотрено проведение пленарного заседания с участием ведущих ученых и специалистов в области кардиологии и не только, четыре панельные дискуссии, состоящие из тематик по различным направлениям, а также выставка медицинского оборудования и товаров-изделий государств-членов ШОС. Полагаю, что интересным будет также обсуждение вопросов молодежной повестки, обучение интеграции молодых специалистов по подготовке квалифицированных кадров международного уровня, которое, я уверен, предоставит нам более широкие возможности для раскрытия нашего научно-кадрового потенциала и выхода на новые уровни реализации наших возможностей.